Девушки отдыхают Сегодняшние встречи, потому что у тебя есть секретные знания Как оказалось, да С Анной на одной из вечеринок мы встретились Я увидела лебедя в украшении стола И поделилась с Анной своими способностями Что я умею таких лебедей делать тоже И когда я увидела впервые Я начала так сервировать стол И довольно продолжительное время, года два, наверное, я так делаю И на что мне Анна сказала Что это определенный символ И, наверное, благодаря этому я вышла замуж Ты знаешь, что в этом году у меня была свадьба И, может быть, вам тоже это поможет Именно эти предметы должны быть на вашем праздничном столе Чтобы в новом году вы привлекли или сохранили отношения И поэтому у нас здесь есть И праздничный стол, на котором будет появляться Все необходимое для гармоничных отношений И то, чем запаслась Танюша Потому что она и Аня знают Как нужно все ингредиенты соединить У новоречную ночь символи особливо важливые Даже если вы не думаете о их значениях Они влияют на то, что ожидает вас в следующем году А начнем мы с того, что мы сделаем подсвечники для плавающих свечей Они будут плавать у нас в воде Это очень просто и доступно Потому что елочка есть наверняка в каждом доме И сейчас сезон калины Калина имеет большой биоэнергетический потенциал Адже ее ягоды остаются на гилле даже в мороз Когда все листья с дерева осипалось Окрім того, калина – это символ веселья и любви Действительно, в нашей украинской традиции тоже вишивали на вишиванках ягоды калины Рушники моя бабушка вишивала Там тоже всегда как символ любви и благополучия в доме Была калина, и еще у калины есть косточка в виде сердца И это, мне кажется, тоже является символом любви Что нужно сделать? Нужно просто ягодки калины веточку прям одну-две положить на дно Чтобы она лежала плотненько, чтобы она не всплывала И следом мы берем еловую веточку небольшую Чтобы она была по размеру больше, чем сам стакан И тоже как бы огибала стакан по периметру Вот таким вот образом складываем Красиво Заливаем водой Прижимаем как бы иголочки елки И сверху кладем плавающую свечку Это обыкновенные свечи, которые продаются в принципе везде И стоят недорого Нужно только снять алюминиевую фольгу, которая находится сверху И поставить вот так вот сверху свечку И для красоты можно добавить еще несколько ягодок Чтобы они рядом со свечкой плавали Это очень красиво Анна, ну неужели такое значение имеет то, как будет все расположено на праздничном столе, какие мы поставим украшения, и это может повлиять на нашу будущую жизнь? Очень быстро, то есть на эти подсвечники вы потратите буквально несколько минут Запали в огонь и пивень сразу понимают, что тебе нужно Страсть и огонь в отношениях Пристрасть и огонь в отношениях полностью погоджуюсь Да, поскольку эти два подсвечника гарантированно привлекут любовь в вашу жизнь, то возникает следующий вопрос Как сделать, чтобы любовь переросла в замужество? Потому что порой это не случается Поможет ли украшение новогоднего стола и в этом вопросе? Мережева та обручка – традиционные символы замеща Если вы мечтаете о замужном и обеспеченном человеке, добавьте к этих атрибутов 5 копеек Чтобы пивень был добрым для вас и ваших желаний, его нужно прихлить на свой бік частуваниями Використовуйте у сервировки стола будь-якие злаковые Крупы – символ богатства и добробута, а также символы здоровья и физической силы Надюша, предлагаю тебе тоже участвовать С удовольствием Я расскажу, как сделать оригинальное украшение для того, чтобы задобрить петуха Мы же не рассыпем просто крупу Поэтому берем вот такую вот красивую оригинальную бутылку Стеклянную, прозрачную Желательно какой-то интересной формы А что мы из нее сделаем? Просто бутылка будет? Делаем подсвечник Ты будешь делать подсвечник, Надюша У меня будет подсвечник для свечи тонкой, которую мы поставим в бутылку А у тебя будет для… Для вот этой Для вот этой, да Хорошо Надюша, смотри, вот такое вот красивое кружево я приготовила Здесь приклеим двусторонний скотч полосочкой для того, чтобы зафиксировать кружево вокруг банки Вот таким вот образом Тебе даю И если будет плохо держаться скотч, или вдруг его у вас нет под рукой как раз То можно еще сверху завязать ленточкой и сделать красивый бантик А я тем временем буду засыпать крупу Я сделала такой вот конус, можно обычную взять лейку для бутылки, она тоже подойдет Гречана крупа чи ядреця символизуют дружні entre Deux между людьми. Обязательно добавьте ее до новорячної сервировки, если вы хотите построить не только пристрастные, но и теплые отношения со своим любимым. Теперь я высыпаю белый рис. Желательно брать крупы контрастных цветов, чтобы они ярче смотрели. Дуже привабливо глядая. Следующий я возьму яркую, такую вотаранжевую чечевицу. Полезную, вкусную и красивую. На моей батьковщине сочевиця символизирует довголиття, тому, прикрашивая святковый стел, не забывайте добавить немного этого элемента. Затем фасоль. Фасоль немного, чтобы она сделала небольшой контур. Следующий будет неочищенный рис. И еще раз гречку можем взять. Я думаю, что в баночку уже достаточно насыпать. Все туда попало и место для свечки осталось. Ставлю ее. Сверху я насыпаю чуть-чуть пшена и несколько штучек фасоли. Правильное решение завершить твой, Тетяно-підсвечник, додавши пшено. Это улюбленный смаколик пивня. Он 100% принесет все, что ты желаешь для себя в Новом Роце. Окрім того, эти зерна символизуют заможность. Ты не только пивня кличешь, но и деньги в свете. Если хочется, можно засыпать крупу под углом, тогда у вас будет интересный рисунок. Можно делать разные варианты. Можно сделать одну бутылку такую, другую, другого дизайна. И не просто красиво, а со смыслом. Это тоже очень важно для нас. Еще я приготовила вот такую красивую бутоньерку, чтобы эта бутылка выглядела праздничной, по-новогоднему. Бутоньерка також є символом весілля. Обручку треба заховати у зерно. Пивень прийде на вогонь, подзьобає зерно та зрозуміє, чого ваше серце бажає. Поряд з обручкою заховайте копійки, тоді ви привабите у життя заможного чоловіка. Для таких ритуалів треба використовувати тільки металеві гроші. Не варто у зерно під свічки ховати паперові купюри. У іншому випадку, гроші навпаки будуть ховатися від вас цілий рік. Здорово. Спасибо за совет. И мы еще все это спрятали, чтобы никто не догадался о наших грандиозных планах. Но помимо того, что мы украшаем стол, наверное, очень важно, что будет из блюд стоять на столе. И это тоже имеет значение, ведь новогодняя ночь волшебная. Чем кормить людей? Петуха-то мы уже накормили? Півень любить дзьобати, тому все дрібне вітається на столі. Їжа повинна бути дрібненько порізана для вогняної птахи. Наприклад, ваш традиційний салат підходить ідеально. Але якщо ви прагнете привабити кохання у ваш дім, прослідкуйте, чтобы на столе было насинья и горшки. Они не только гарное частувание для півня, но и символ зароджения чего-то нового, почутков, любви, и изменения на лучшее в жизни. Чудовая идея поставить на стол виноград, символ насолоди. Можно покласти у страви не виноград, а, например, родзинки. А ось гранат, яким прикрашают страви, символ родючості. Він будет сприяти тому, чтобы в новом году у вас все примноживалось. У меня есть очень хорошая идея для того, чтобы реализовать все ваши советы в одном блюде. Хорошая уместная закуска на новогоднем столе. Единственное, что мы украсим ее таким символом, без которого не обходится ни один Новый год. Это будет елочка. Предлагаю сделать сырную тарелку. Начну я с моцарелы. Вот такая вот маленькая беби моцарелла. Она будет прекрасно выглядеть, как основание. Тобі необхідное місце для роботи. Я віднесу ці свічки на наш святковий стіл. Благодарю. Будем уже постепенно украшать наш праздничный стол. Теперь берем сыр белого цвета, допустим, гауду. Я нарезала такие более-менее одинаковые кусочки. Сервируйте стіл, прикрашайте дим будь-якими дрібными элементами. Пивень оцінить вашу гостинність. Мне кажется, это самое простое, что можно сделать – нарезать сыр просто одинаковыми кусочками. Теперь нужно как-то разрядить эти слои, поэтому я беру укроп и выкладываю его вот таким вот способом, чтобы закрыть ножки. Теперь беру мраморный сыр. Я також зроблю такую тарелку в цьому роти. И слоями светлый виноград, тёмный виноград, можно взять, можно гранат, для того, чтобы был более яркий цвет. Зёрнышки граната можно выложить сверху на ёлочку. Они будут символизировать игрушки новогодние, либо гирлянду. Замечательно. Виглядая очень мило. Стравы в форме ялинки также имеют свое значение, адже с давних временем ялинка была символом надеи. Если на святковом столе поставить несколько ялинок или выкладывать стравы в такой форме, следующий год будет для всех жителей дома. Как-то скажут, все надеи и надеи и надеи справятся. Если нет укропа, петрушки, можно розмарин, любую зелень, семья, все, что есть в холодильнике. Я хочу спросить тебя, каким новоречным прикметам ты доверяешь? Есть какие-то предметы, которые сложились уже из года в год, из нового года в новый год. Допустим, гости, если забыли переобуться, они так весело гуляли, что ушли в тапочках домой, то дом весь год будет полен гостей. Лучше их обуть самостоятельно. Проверить, одели ли они свою обувь или нет. А если за столом кто-то разлил вино или какие-то другие напитки, это значит, что веселье будет длиться рекой весь год. То есть эти гости будут приходить и веселиться и будет дом полон смеха. А если вдруг пригорел пирог или какая-нибудь закуска, то, что вы готовите, то это, девочки, символизирует то, что весь год будет страстным и жарким в постели. Отлично. Давай вернемся к лебедям, о которых мы в самом начале говорили. И ты обещала рассказать о том, как сделать такого лебедя своими руками, чтобы привлечь счастье, любовь и благополучие, как это получилось у тебя. Оставили на закусочку самое интересное. Надюша, хочешь за мной повторять? Конечно. Передайте, пожалуйста, свечки на наш праздничный стол, где им и место. Надюша, держи салфетку, я буду поэтапно все рассказывать. Берем салфеточку, желательно льняную, чтобы она была хорошо накрахмалена, тогда она будет лучше держать форму. И перевернуть ее нужно наизнанку. Есть. Мы берем от угла и заворачиваем вот таким вот образом, крутим, рулетик. Вот такой вот рулетик. Здесь будет объем больше, здесь меньше, соответственно. И он получается шире вот к внешнему краю, да? Да. И идем до середины. Для того, чтобы лучше держалась эта трубочка, ее нужно сделать потоньше, чтобы у лебедя был красивый изгиб. И заворачиваем точно так же второй край. Помогаем себе, придерживаем вот так вот чем-то. У нас сформировался этот край более тонкий, мы его завязываем в узел для того, чтобы получить голову лебедя. То есть это будет у нас голова. нужна будет еще одна точно такая же салфетка, которую мы складываем обычно квадратом. И затем нам нужно просто сложить салфеточку. Вот такой гармошечкой своеобразной. Это крыла. Это крылья, правильно, совершенно верно. Теперь мы укладываем крылья сюда и сгибаем салфетку, как бы подтягиваем ее, для того, чтобы лебединая шея у нас красивая получилась. Очень просто, доступно и быстро, самое главное. На столе должна быть парна мы уже столько прекрасного сделали для счастья в новом году. Осталось только узнать секрет, как сохранить отношения. Чтобы сохранить любовь, его нужно накрыть куполом турботы. А символом любовь на столе могут стать квиты. Покупать посуду и дополнительные аксессуары для сервировки стола очень удобно в интернете. Не нужно никуда ходить, а выбрать самое лучшее помогут отзывы других покупателей. И ассортимент достаточно широкий. Отлично, потому что я знаю прекрасный способ. У нас есть вот такие вот красивые стаканчики. Я сюда приклеила такие вот золотые бусинки. Можно взять просто обычные стакани, если нет времени. Либо, если нет бусинок золотых, то можно взять манку или сахар, намочить и окунуть бокал в крупу. Их нужно перевернуть. Можно взять бутоны роз, красных, допустим, и положить вот сюда вместе с листиком. Сверху накрыть бокалом. Живые квіти на новоречном столе очень дорогие, потому что они символизуют весну, начинок стосунков и пристрас на кохание. Смотрится очень эффектно. Второй тоже бокал точно так же. Все делаем в паре. Сверху я приготовила ленточку, вот такую вот золотую, она хорошо гармонирует с бусинками и с подставкой. И завязываю вот сюда вот красивый бантик. Они будут поблескивать и тоже будет очень красиво. нам нужно запалить свечки, потому что они привабляют пивня до вашего дома. Он точно не у меня своей уважей ваших желаний и надеждений. Передай, пожалуйста, Танюша, все это подожжем. Что мы сделаем, собственно? Колор свечок у таком випадку непринциповый. Головне, чтобы горел в огонь. Так романтично и красиво. Совсем другое настроение, когда есть свечки. Такие же элементы вы можете сделать для своего праздничного стола дома. Либо такие подсвечники, либо такие, либо все вместе. Мне кажется, что это довольно просто и доступно. Можна обрати один чи два варианти. Оберите те, что необходимо саме вам. найти коханье или сохранить то, что у вас есть. Головне, все элементы в святковой серверовке стола должны иметь пару. Для того, чтобы оценить всю романтику и красоту украшенного стола, я предлагаю даже немного свет при души и будет у нас прям как праздник настоящий. Еще больше романтики. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин